здравствуйте приветствуем вас на канале европлан life сегодня у нас выпуск будет посвящен во-первых финалу финал у нас будет в финале а сейчас ответы на ваши вопросы в течение нашего проекта вы прислали много вопросов некоторые из них мне показались очень интересными некоторые показались интересными виктории я зачитаю то что мне удалось выписать а виктория на них ответит привет вик привет андрей да ты готова ответить готова на вопросы да сегодня я призываю тебя к ответу начнем по порядку компостер на участке будет пищевые отходы опавшие листья от плодовых скошенная трава куда ну однозначно компостер нужен и желательно проектировать заранее где он будет да и как мы туда будем подходить это тоже важно потому что не всегда мы будем подходить интеллигентно с мисочкой возможно мы будем подъезжать с тележкой с тачкой вот поэтому это место должно быть с легким подходом с одной стороны с другой стороны не на виду да и третий момент мы должны понять какой тип компостера нам больше всего подходит самый идеальный вариант это современный капу компостер по типу биолана но ты такая минута рекламы получает мы даже готовы да это готовое решение круглогодичная то есть ты открываешь сверху крышку туда закидываешь что тебе нужно закрываешь крышку и больше тебе не за не надо тебе не нужно ничего перемешивать тебе не не надо ждать когда она там сверху вниз там созреет там снизу что-то вынимать снизу этого компостера просто такая опять-таки интеллигентная такая крышечка ты открываешь и оттуда вынимаешь значит он очень компактный он реально очень компактный то есть это не такие там кубовые раскисшие какие-то конструкции которые постоянно куда-то в бок заваливаются это просто такой чисто внешне как вытянутой высоту контейнер для мусора вот примерно так же выглядит вот и он круглогодичный то есть он работает и зимой тоже емкость у него совершенно потрясающе то есть самый минимальный который есть продажа его хватит более чем на одну семью может быть на 2 на 3 то минимальный который есть продажи то есть купите его у вас никаких проблем вообще не будет закончили мы твою проплаченную рекламу это мне скажи ему на участке петра запланировала все значит смотри здесь стоит вот этот вот бывший гараж который будет теперь хусблок и барбекю станция она стоит как и положено метр от забора соседями с двух сторон стоит соответственно мы с тобой можем как с одной стороны так и с другой стороны запроектировать это прекрасную штуку компостер у нас есть место потому что да в процессе проекта ты снимала много дернины излишки и и наверняка были то есть надо уже продумать мне кажется в процессе куда да ну если мы с тобой говорим про вот именно тот который тебе говорила там конечно дернина не поместится там что дернина мы будем снимать или землей даю много но она его ее лучше штабилировать накрывать чем-то каким-то может быть там куском баннера брезента и оставлять минимум на сезон тогда мы получим прекрасный сушен грунт ладно хорошо перейдем к следующему вопросу так наталья королева спрашивает очень интересный познавательно думаю многим пригодится в озеленение участка спасибо у меня вопрос некоторые кустарники сирень дают интенсивную корневую поросль ограничивается ли корневая система при посадке вот на самом деле прекрасный вопрос ситуация в чем сортовые сирени сортовые то есть это сорта сирени обыкновенной они не дают такой активной поросли как обычные сирени которые вот у нас в садах там еще с давних времен все современные сорта они обычно очень сдержанно растут и наоборот мы ждем когда же нарастет что-то чтобы можно было отделить то есть этой проблемы нет если мы с вами купили в питомнике сирень даже корни собственную то есть понятно что если привитая сирень да там после если идет она будет просто я дичок вот и скорее всего даже не сирень обыкновенный да там будет как минимум венгерка вот что касается сортовой я вот за весь многолетний опыт не видела чтобы мы посадили сортовой сирень потом боролись порослию к сожалению нет все отлично прекрасно так не надо бояться дальше так елена москаленко не расскажите какие сорта груш вы выбрали я так понимаю для плодового сада да значит ситуация такая значит у нас с вами и в ассортименте до сорта летние и сорта осенние есть осенние ранние весит не поздний зимних сортов груш для нашего ребенка как и арбузов не да это первый момент второй момент значит подвои для груш в отличие от яблони где мы можем выбрать с вами видовой то есть она будет большая как бабушкином саду да либо полукарлик либо карлик то с грушами к сожалению только видовой поэтому высота груши будет только зависит от его от ее сорта нет по двое для малого сада нужно выбирать сорта груш невысокие а такие есть современные селекции и четко понимать в какое время вы хотите получать этот урожай значит это в на в нашем регионе либо вторая половина августа либо сентябрь либо начало октября а советую вообще как минимума нужно обязательно две груш потому что они не самоопыляемые деревья впрочем как и яблони вот и или просто привить на одну грушу несколько других сортов ловко ты виктория умеешь отвечать на вопрос не ответив на вопрос потому что люди спрашивают какие сорта но я так понимаю что поскольку сад будет закладываться у нас весной то будет еще долгая зима чтобы вам с петром была возможность обсудить какие конкретно сорта я думаю что если что елена маскалинка хотелось что это вот сколько вешать в граммах они вот ну я бы остановилась на велесе и на просто марии и возможно что-то еще привила вот так вот конечно самый простой самый доступный вариант это купить ладу чижевскую вот это самые простые варианты и они неплохие в общем-то я обещал зрителям что мы это проверим ты мне уже их у меня присоветовала их посадил да я обе посадил и у меня еще сидела лада у меня сидела лада ты мне присоветовала чижевского и просто марию при мне три коровы посмотрим мы какая первая из них возродит врача ская наверное первое мы будем ждать правильно все проверим сюда ложим следующий вопрос скажите пожалуйста а огородик не период не предусмотрели хотя бы для зелени спрашивает людмила антонова но на самом деле предусмотрели это было в ролике у нас как раз такие огородик для зелени у нас будут две приподнятые грядки два красивых контейнера которые будут идти прям впритык к террасе перед крыльцом так что этот как раз момент предусмотрен так вот адель чехова спрашивает меня через кого черешковая гортензия разве заплетаются на ковке она же вроде плетется на сплошных стенах за счет присосок значит на самом деле мы не предусматривали что она будет плестись на ковке мы предусмотрели сажать ее именно к столбам то есть она пойдет по столбам если какие-то там отщепенцы пойдут и по ковке ради бога а это просто по столбам будет лица прекрасно так следующий вопрос по моему у меня последний елена федорова интересуются минимум 9 деревьев на 11 соток не многовато ли и огромная елка пусть она не будет быстро расти огромный корни широко ползут ведь еще кусты где жить держать где жить значит на самом деле это очень хороший вопрос спасибо за этот вопрос вам значит конкретно про елку мы сразу говорили что елка это полукарлик то есть она в любом случае не огромная по поводу корней хотя и полукарлик корни до пойдут в шерсть это понятно мы понимаем значит так же как в природе все корни всех растений между собой каким-то образом уживаются в той или иной степени кто-то лучше кто-то хуже поэтому конечно при проектировании нужно эти все моменты учитывать вот это касса что касается елки что касается количества деревьев на участке если мы с вами посадили 9 обычных видовых растений деревьев посадили там 9 там елок каких-нибудь берез осин это да возможно был бы ахтунг это смотря какая концепция сада да вот мы с вами говорим о том что мы проектируем декоративный сад что такое декоративный сад это тот сад который все время в руках садовника в той или иной степени да то есть это какая-то в сине корректирующая обрезка да это растение в основной большей части своей сортовые они видовые которых изначально сдержанный рост мы посадили бархат амурский который в своем орёле обитания 28 метров а у нас если 6 месяцев даст даже через 20 лет это будет отлично ну и березки на штамбированные березки у нас вообще я думаю что метра четыре квадратных будут занимать каждое при том что у нас этих метров тысяча сто на участках ну то есть я так понимаю что во первых ну не все деревья они имеют одинаковый размер там есть свои с очки и эмочки элечки excel очки и говорить просто о количестве вот просто приводят все деревья в усредненную такую единицу нельзя потому что дерево дерево рознь да 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 но я хочу сказать что эту ошибку часто ты мой хороший собачка извините такую ошибку часто допускает не только начинающие садоводы но и начинающие иногда даже не начинающие ландшафтники когда действительно слишком много деревьев может быть даже не на участке какой-то отдельную с этой композиции когда эти растения покупаются небольшими и сажаются без учета их потенциала роста сожалению эта ошибка действительно очень очень часто этом вопрос далеко не празднует но не в данном случае но не в данном случае однозначно викторный самый мне кажется интересный вопрос который будет интересовать всех и мучить вот этот замечательный проект ты создала для петра абсолютно без бездна то есть даром вот но я думаю что наших зрителей очень интересует вообще сколько стоит такая работа вот конкретно за такой проект сколько денег берет ландшафтное бюро гринс виктория сангина в частности значит смотри за проект если он за эскизный давай тогда за эскизный проект который включает себя сначала форо эскиз то есть это эскиз планировочного решения до визуализации потом перевод в генеральный план благоустройства озеленения план покрытий дендроплан и план освещения участка это такой вот скажем так вот базовый объем который 90 процентов случаев нужен иногда мы приходим на той стадии когда план жестких покрытий не нужно нужно только озеленение да тогда мы делаем только дендроплан немножко другая история и третий вариант когда нужно будет сделать еще другие листы то есть это дренажей ливневки какие-то конструкции подпорные стенки тоже там третья история но такой базовый эскизный проект он будет стоить где-то от 60000 в зависимости и от площади и от сложности то есть я не могу сказать что там 11 то это соток это будет стоить 60000 22 это будет умножить на 2 нет мы отошли несколько лет назад от того чтобы считать нашу работу согласно соткам потому что иногда бывает что три сотки сложнее запроектировать чем 20 это такие варианты поэтому мы смотрим по сложности задачи и рассчитываем исходя из нее но в среднем это вот 60 тысяч вот такой проект но в данном случае мы сделали сейчас такую эскизную часть да и у нас начался этап дендропроекта но мы эту часть естественно доведем до конца ну да проект у нас остается в итоге реализации уже проектная часть у нас уже как бы такое тоже бывает когда работа идет из-под карандаша вот это не очень хорошо потому что чревато там бесконечными допами вот но многие даже заказчики именно такого такого сценария хотят да викнула расскажи мне хорошо смысл бы разобрались со стоимостью проекта сколько стоит реализация этого проекта слушай ну давай сейчас поговорим просто о стоимости реализации ландшафтных проектов потом скажем конкретно про вот этот но что у нас тут проект в общем то можно сказать волонтерский да значит следует считать стоимость реализации благоустройства озеленения от 200 250 тысяч за сотку от то есть это может быть и 400 тысяч и 500 и 600 это надо смотреть зависит от состава проекта от материалов да ну вот и от сложности работ сложности видов работ вот но от 250 много значит здесь конкретно значит то что было сделано сегодняшний момент на этом участке посадочного материала была закуплена на 180 тысяч рублей это стоимость садовом центре садового материала значит мы берем доставку разгрузку грунт и удобрения до работы тут земляных работ было крайне мало мы это все будем делать однозначно но следующем году да тут были работы в основном по разбивке участка до выносу в натуру нашего проекта да и по посадке растений также были закуплены мульчирующие материалы также были закуплены материалы для подвязки растений вот это все в комплекте что было сделано с этими двумстами тысячами которые были потрачены на посадочный материал это порядка где-то 350 тысяч рублей значит если мы с тобой сейчас эти 350 тысяч разделим на количество соток которые здесь на сколько тут соток 5 наверно в этой части ну примерно да то здесь было потрачено получается сколько 70 тысяч на сотку если ты совершенно не та сумма которая назвала намного меньше потому что в тот комплекс работ который я называю входит гораздо больше чем просто посадка растений если ну хотя бы чтобы представлять нужно ли продавать почку или достаточно просто продать жигули нет на самом деле ты понимаешь сколько стоит вообще все на участке сколько стоит поставить забор сколько сделать стоит сделать хороший грамотный дренаж они вот это вот как на 30 сантиметров там прокопали закопали твои денежки вот сколько стоит вообще фундамент дома или даже беседки если ты собрался строить беседку да увидишь все равно здесь мы это все можем так сказать потрогать пожить мы будем сидим на диване понимаем сколько он стоит и на насколько он нам нужен а вот это вот сад для порой это картинка которую мы просто видим на из окна или из крыльца ты знаешь поэтому люди немножечко по-другому к этому относится сад нужен далеко не всем в принципе вот и все это не вещь не предмет первой необходимости нужно чтобы человеку была потребность чтобы у него был сад и сад тоже может быть разным наш можно закатать в газон посадить две березы у тебя тоже будет сад понимаешь то есть это вопрос выбора на что-то всегда деньги находятся а вот на что если чека есть потребность в этом он соответственно будет делать если нет потребности не будет мне кажется самое важное здесь сделать проект поэтому потому что проект совершенно замечательный пока вот я на за ним наблюдал я понял что наверно вот такую работу может выполнить только квалифицированный человек все остальное посадите привести в копать и благоустроить можно потихонечку делать и самому плюс-минус какими-то огрехами однозначно да у кого есть понимание у кого есть ресурс да ну ты видел да чтобы сделать вот эту работу у нас с тобой сколько человек бегала сколько дней молодых здоровых в общем-то спортивных ребят знаешь да то есть отдельно взятый владелец участка участка сколько бы времени на это потратил не факт что он сделал все правильно ты видел да нет века во первых я сто процентов не смог бы найти у березы лицо вот как сделала это ты я так и не понял всю магию или повернуть в сосенку таким образом чтобы она оказалась круглой со всех сторон это действительно для меня как-то непостижимая я не понимаю почему же нет денег не берем да но это правда я я просто не понял вот как это происходило это была какая-то магия для меня но это опять-таки не всем нужно ты пойми наш мы не можем сейчас стать на тумбочку перед камерой сказать ребята если вы не делаете ландшафтный проект не заказывать ландшафтный дизайн своего участка значит там что-то вашей жизни не хватает нет это действительно не для всех а сейчас приступим к финалу или полуфиналу в общем сейчас все расскажем посмотрите я уже слышу как вкусно пахнет выпечкой поэтому перейдем к торжественной части мероприятия здравствуй века здравствуйте петр давно очень рад с вами сегодня встретиться в этот знаменательный день прекрасный ну и первый вопрос меня все-таки наверно будет к тебе века ты осталась довольно проделанной работы привет андрей слушай но с одной стороны да безусловно да потому что все что планировали все было сделано но с другой стороны чувство полной удовлетворенности отсутствует потому что конечно мы сделали только самую базу основу мы заложили скелет как да да следующем году предстоит большая работа но то что мы планировали мы сделали успели сделать вовремя с того момента когда мы посадили прошло уже сколько дней 8 наверное и неоднократно прошли дожди то есть у нас полностью все увлажнено мы после того посадили все замульчировали там где надо было снять дернину мы это сделали то есть ученика как бы все что могли сделать пеной раз найберской посадки мы сделали ну я думаю что мы покажем на проекте с визуализацией все что запланировано это как это должно будет выглядеть на пике декоративности то есть вот как раз все что запроектировано тобой потому что как я понимаю что это далеко не все совершенно понятие пик декоративности вообще в декоративном саду который мы строим пик декоративности это такое должно быть размытое понятие он должен был рада мощность скажу когда мы будем на проектную мощность сколько вы не увидите бичок да 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 вот самое важное через сколько мы выйдем я думаю что года через три мы выйдем если в следующем году по максимуму это делаем то года через три это будет уже вполне такой себе и сад да просто я хочу чтобы наши зрители которые мы пока что можем показать главным образом голые палки лысые кусты и деревья имели много больше представления о том как это будет выглядеть в пик сезона скажем так не в пик декоративности желательно следующем году сделать вот те элементы благоустройства которые мы запланировали то есть обе дорожки сделать патио которая на ребенок очень даже себе одобрил ему понравилось здесь именно с кастрича вот ты все-таки профессионал ты сразу же угадала что каждому нужно да ну и петр хочу конечно спросить вас да как главного заказчика что вы обо всем этом забрать думать но безобразие прекрасно получилось на самом деле потому что мы пришли к моменту всех этих ландшафтных работ с полным непониманием чего мы хотим и как мы хотим вот сейчас у нас действительно есть скелет от которого мы будем плясать дальше и действительно какие-то уже обрисованные перспективы коридоры случаем света в конце этого тоннеля вот и действительно огромное спасибо ребятам за то что они работали и в погоды как как в общем везде где можно было и когда нужно было и действительно мы имеем сейчас уже какие-то реальные очертания это действительно так поэтому огромное спасибо за эту работу за в этом сезоне и за горячий ноябрь да 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 горячий ноябрь почти что же моя в руках бокал шампанский новогодним уже вы уже видеть то есть как это будет выглядеть да безусловно лови картинка да да безусловном положили все да 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 и вот как раз учитывая что есть визуализация реально непримерно по картинке вот которая была нарисована на компьютере а именно уже живьем вот она на территории уже реально топографически почти что снимок и ленточки и потом выставлены вот эти вешки которые обозначают и деревья и высоту кустарников там и так далее так далее действительно это реально уже бы есть понимание как будет у самой костричи выглядеть которым я думаю что у нас еще драчка будет кто когда с какими друзьями сидит вокруг этого костра вот и действительно прекрасная идея с тем чтобы сделать еще дополнительный небольшой выступ с дорожками не с дорожка с мощением для шезлонгов потому что ну лето пускай питерская но тем не менее лето и бывают иногда теплые дни солнечные можно посидеть загорать почему нет как говорится но вот поэтому действительно да есть уже четкое представление как она будет ну вот скажите вот как вам вообще понравилось общение именно с ландшафтным дизайнером если бы его не было как вы оцениваете перспективу того чтобы создавали сад без привлечения специалист дк перспектива была достаточно грустная потому что мы посадили как у всех то что называется и тут и елки елки ту и там может быть каким-нибудь перемешку в перемешку может быть там какой-нибудь шиповник было бы ну то есть простейшие что мы видим на всех дачных участках непонятное нагромождение растений без какой-либо особой идеи ну вот а здесь действительно есть идея зонирование и зонирование для каждого любителя чего-то для вот для такс тоже есть такси отник запланированный да вот и опять же для и для мелкого и для нас вот это кострище вокруг которого можно посидеть со всеми друзьями и плюс вот это патио и плюс для меня тоже называется маленький уголок с травами кулинарными которые можно тоже посадить так что здорово действительно сами мы вряд ли это сделали бы в таком виде то есть действительно с каким-то рисунком они просто вот там у меня будут грядки рядом с гаражом как у всех парники грядки все остальное нет здесь идея индивидуально да 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 безусловно и это обыграно это выграно вы хотели ну нас поймали где-то вот у нас произошел произошла химия имя случилось да 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 в принципе мне интересно признаете ли вы то что ландшафтный дизайнер это какая-то достаточно серьезная профессия никаких сомнений у меня не не в коей мере на самом деле потому что ну понятно у каждого свои сложности в своей работе если заниматься реально профессионально и понятно там может быть ответственность врача к тому же врача хирурга она ну а нанесет несоизмеримо в конце концов деревья можно пересадить вырастить новые там и так далее вот но тем не менее это безусловно очень нужно очень важно к сожалению это не дешево в удовольствие и надо это понимать ввязываясь во всю эту историю но это очень важно безусловно и на этом наверное не стоит сильно экономить но хотя бы приглашать для проекта если вы предполагаете сажать сами допустим но все-таки проект должны делать профессионалы в этом никаких сомнений причем проект я думаю что действительно с ноля проект начиная с дренажа с электрики необходимой в саду потому что это вот потом начинается перекапывание кидание очередных времен и по забору и так далее но это все не то это некрасиво неправильно но к сожалению да это все деньги 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 с другой стороны загородный дом это еще тут насос ну это отлично да мы принципе хотели донести одну из этих мыслей нашему зрителям и поскольку это важно когда приходится принимать такое решение да безусловно поэтому мы приедем к вам еще неоднократно следующем году надеюсь что да да наше общение с вами продолжится и мы продолжим следить за тем как ваш сад становится гордым садом да я так понял что вот виктория уже стала буквально членом вашей семьи ее полюбили ваши собаки да вот и меня тоже поэтому надеюсь наше общение продавь однозначно и огромное вам спасибо действительно за то что приняли участие в этом проекте и снимаю шляпу все что могу сказать спасибо спасибо большое спасибо большое смотрите канал европлант будут еще на следующее включение в следующем году с усадьбы петра попова спасибо чтобы этого долгого но мне кажется очень интересного сериала всего доброго всем пока спасибо мы приступим к празднованию кто с чем и и и и и Продолжение следует...